Вот так выглядит рабочее место современного фрезеровщика. Главное задать необходимые параметры. Остальное умный станок сделает сам. Андрей Швичков – бригадир смены в цехе металлообработки. Пришел на производство пять лет назад и научился всему, что называется, с нуля. У нас с заказами все очень хорошо. То есть в большом избытке наперед заказы идут. С работой проблемы нет. Зарплата у нас с цехом стабильна. Никаких задержек, ничего не происходит. Все стабильно, все вовремя. И при этом постоянно есть перспективы роста, что предприятие развивается, не стоит на месте. Директор компании Константин Макеев важным фактором стабильности и развития производства называет сотрудничество с крупными предприятиями. Когда имеешь заказчику крупной организации, это постоянство. Постоянство всегда в цене. В непростые времена нас постоянство спасло непосредственно от того, чтобы не сократить производство, а наоборот его увеличить. Получить контракт у крупной организации непросто. Конкуренция большая. Именно поэтому Константин Макеев регулярно участвует в Днях поставщика, которые проводит Министерство промышленности региона. День поставщика – это встречи производителей и заказчиков. На этих встречах руководители предприятий могут напрямую узнать о возможностях сотрудничества. В режиме прямого диалога с представителями крупных заказчиков получить информацию о том, какая продукция им необходима и какие критерии предъявляют они к поставщикам. Эта работа с крупнейшими заказчиками, конечно, дает свои плоды. Наш регион занимает первое место в ПФО по объему заключенных контрактов между субъектами малого и среднего предпринимательства крупнейшими заказчиками. И второе место в целом по количеству продукции, произведенные в рамках контрактов с крупнейшими заказчиками, у нас по прошлому году этот показатель выше 73 миллиардов рублей. Дни поставщика уже проведены с такими крупными компаниями, как Сибур, Хёнде, Росатом, Лейпхер, Румо, Вертолеты России, группа газ на территории Нижегородской области и многими другими. Мы заключили с одной крупной компанией договор, сделали поставку крупную, она успешна. И в данный момент мы с еще одной крупной компанией разрабатываем некий продукт, с которым можем участвовать в тендерах с этой компанией. Своеобразным лидером по количеству проведенных дней поставщикам можно назвать акционерное общество «Транснефть Верхняя Волга». Компания провела уже четыре встречи с региональными поставщиками. Почти 300 нижегородских предприятий смогли заключить выгодные контракты. И цифры говорят сами за себя, что за 2020 год по результатам проведенных торговых всех операций «Транснефть Верхняя Волга» и непосредственно на нашей площадке и на площадке компании проторговали и разыграли материалов и оборудования на общую сумму более 12 миллиардов рублей. И львиную долю из которых занимают наши нижегородские поставщики. Стабильность поставщиков, стабильные предприятия, они дают возможность и в новых реалиях выглядеть хорошо, наверное, на голову выше, чем другие регионы. И это очень приятно на самом деле, потому что это наш родной нижегородский край. К слову, в последнем дне поставщика с акционерным обществом «Транснефть Верхняя Волга» приняли участие более 60 нижегородских предприятий. Юрий Левин заверил, что ни один вопрос не останется без ответа. Ирина Стефанюк, Владимир Гайдай, Время новостей.